Защитного действия С зацепом И с уколом Либо подрезанием лопатки На область шеи Мы с вами познакомились с защитой И зацепом Как они работают вместе Если бы это была атака ногой Такие же формы парирования И воздействие точно таким же образом На коленный сустав Защита Воздействие на коленный сустав И добивание Такая форма Либо такая форма Еще раз Парирование Идет четкий зацеп За коленный сустав с вытягиванием И выходите на добивание Следующим способом воздействия На противника Мы познакомимся В упражнении Когда выполняете давление На область плеча Область горла Чтобы не было Излишних травм Хорошо начать нарабатывать Именно с области плеча Как элемент Вы должны научиться Выдавливать его И подтягивать Через движение Вы управляете Ими Это позволяет вам В боевых условиях Сформировать тело противника так Чтобы вам было удобно Выполнять либо Введение взрывной веси Либо подрезание Либо зацеп Для добивания Идет какая-то атака Защита Контроль под цеп Давление Я разворачиваю Так неудобно Работать с ним И Выполняю форму добивания То же самое Относится и К защите От ударов ногами Давление Идет в область таза Все эти техники Очень хорошо нарабатываются Вкупе С контролем Над руками и ногами Тогда Когда вы учитесь Контролировать Своим оружием В конечности противника Нарабатывайте все переводы Давление Зацепы Подрезание Перехватывание То же самое С руками и ногами Желательно Не доводить До каких-то Очень болевых воздействий А просто Знакомясь С ощущением И с двигательным Навыком Предмета И своего тела Получить представление О возможности Работы Соперлопок Воздействие на подмышечную упадину Очень болезненно С этим Надо быть Очень осторожным Потому что зоны Чрезвычайно Ранимые Приводят Перелому Ребет Познакомимся С формой Перехода Атакующих Воздействий Воздействий Одновременно Таким образом Мы нарабатываем Гармоничную работу С Атакующими Воздействиями Защитными Зацепами С выдавливанием С уколами С подрезанием Идет атака Идет встреча Переход оружия Зацеп за кисть Выдавливание И воздействия Атака Встреча Перевод Также мы используем Активно Вторую руку Для перехватов Таким образом Мы получили Представление О самих Двигательных Возможностях Лопатки О ее поражающей Способности На Безоружном Противнике Наработка Защитных Итогующих Действий Саперного Патка Двумя руками Начинается С работы Защитных Действий Против Безоружного Противника Защитные Отводящие Уполнение Переводов Подрезание Выдавливание Зацепов Что обеспечивает Наиболее Легкое Прохождение Защиты Противник Продолжение следует... 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 Продолжение следует...